Проплутав некоторое время по маленьким и очень страшным дорожкам, Танька сначала громко кричала, но все обошлось. Мы приехали в заоблачный город Эричи. Эричи действительно лежит за облаками на высоте 750 метров над уровнем моря. Так что жизнь здесь буквально заоблачная. Вот такие узенькие улочки. Вот это главная площадь такого вот размера. В первый раз увидели русскую семью с половозрелым и оттого очень вредным и противным ребенком. А вообще туристов ну очень немного, даже удивительно, потому что город сказочный. Причем облака все время набегали и убегали, поэтому освещение сырье менялось. Соответственно, менялась и сказка. Так что в один день мы попали сразу в несколько сказок. Например, разница между вот такой брусчаткой и вот такой. Погуляв по городу, мы подошли к кафедральному собору. Точнее, просто главной церкви города. И первым делом, естественно, полезли наверх, на колокольню. 750 метров нам оказалось мало. И недаром полезли, потому что виды отсюда, причем в обе стороны, и вниз, и на город. Та редкая минута, когда нет дождя, потому что город находится в облаке. И отсюда есть вид, какого мы, пожалуй, еще не видали. Видишь, я не ожидал такой радости и не взял с собой бинокль. Бинокль. Сними вот этот колоколь. Уже. И вот этот самый большой. Да, это самый большой. 23. То есть ему 90 лет всего. Молодой. Для колокола это ничего. Да. А это и Ричи, который живет в облаке. Ну вот представить себе, что все это лежит на огромной высоте. Колокола хоть и прикидываются древними, им немногим более 100 лет. Вот там красиво. То есть видно, что мы над облаками. То есть видно, что мы над облаками. Да не из самолета, а вот так, непосредственно. Просто как бы гулять по ним. Сказал бы я, если бы не боялся богохульствовать. И тут наверх залезла итальянская семья. И виды внизу немедленно ожили. Ну вот пропустил. Только что били. Ну потому что 15 минут. Я не знаю. Но они неправильно. Да. Ну какая прелесть. А этот вид мы снимали по дороге в Эриче. Это пункта дель Сарацено. Кто скажет, где здесь линия горизонта? Ну, наконец мы спустились с колокольни и зашли в сам собор. Он достаточно пустой. Никаких мраморов. Никаких фресок. Очень простой и изящный. Достаточно древний. Там хотя уже три нефа, но еще без трансепта. Однако потолок. Это конечно не мискита в Кордове. Но арабское влияние совершенно явное. И он настолько здесь органичен. Хотя и неожиданен. То есть его красота ошеломляет. И может быть именно аскетичность цвета дает такой потрясающий эффект. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Здесь есть конечно еще какие-то экспонаты. И довольно интересные. И довольно старые. Но самое главное все-таки потолок. Потому что все остальное можно увидеть еще где-либо. Но такого потолка мы в Италии не видели точно. Крестильня? Семнадцатый век? Семнадцатый век? Ну понятно. Эти кресты середины шестнадцатого века. Это тоже шестнадцатый и семнадцатый века. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Это середина пятнадцатого века. Иконы явно бизантийские. Субтитры делал DimaTorzok Вот такой здесь резной иконостас. Субтитры делал DimaTorzok Вот такой здесь резной иконостас. От него невозможно отвлечься. Субтитры делал DimaTorzok Нам повезло, только что мы были наверху, а теперь пришло и было солнышко, а теперь облачко пришло. Видно, как оно двигается. Действительно на фотографиях видно, как облачко движется. А еще вот такие снимки можно сделать в Эриче в облачке. Вот за этими воротами у нас машина стоит. В город, видно, не въехать. Да и ни к чему она нам здесь. Там под облаками обычная жизнь обычных человеков. К сказке Эриче не имеющий никакого отношения. Эриче город финикийский, довольно быстро, правда, крикоизированный. А создали его те же элимцы, которые построили храм в Сегесте. Во время Первой Пунической войны карфагенине его разрушили. Затем в IX веке его взяли арабы, а в XII, естественно, норманы. В городе два замка. Один арабского происхождения, второй нормандского. Причем норманы построили свой прямо над древним храмом Венеры, который, по легенде, был основан Энеем и в древние времена был хорошо известен всему Средиземноморью. А все дело в том, что именно сюда Афродита перенесла одного из аргонавтов, Бута, древнего царя Элимов. Он понравился богине. Она наслала на него сирен. Он бросился к ним с корабля в море. Она его спасла, перенесла сюда и родила ему сына Эрикса, который и основал и город, и посвященный матери храму. Вот к этому храму мы и идем. Но это еще не вечер. Просто освещение здесь настолько удивительное, что, хотя солнце еще и высоко, под определенным углом получается вот такой как бы закат. И тут забили колокола. Сразу во всех церквях. Субтитры создавал DimaTorzok. Просто фантастика какая-то. Это трапани внизу. Сюда мы поедем завтра. Вот такой вид на трапани. И на начинающийся теперь уже закат. Это башни Бальо, названные по имени аристократа, который здесь жил в древние времена, как утверждает арабский историк XII века, и был как бы гражданским судьей и по совместительству надзирал над правильностью жертвоприношений. Опять немножко выглянуло солнышко. И вот такой вид здесь. на пункт Дель Сарацено и на всю провинцию Трапани. Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, мы входим в храм Венеры в таком закатном свете. И виды отсюда. Ну, как можно остановиться? Это не я, такой замечательный фотограф. Это натура такая. Тот и слепой снимет. Да, так а почему храм Венеры был известен всему Средиземноморью? Очень просто. Всем ведь было известно, что здесь жила Афродита и что храм основан ее сыном. Естественно, моряки со всего цивилизованного мира стремились сюда для того, чтобы совершить восхождение к богине. Таковое восхождение происходило через общение с ее жрицами, об умениях и прочих высоких качествах которых ходили легенды. К моему глубокому сожалению, этот культ сегодня больше не практикуется. я проверял. Нет в мире совершенства? Здесь когда-то была цистерна в виде колокола диаметром у основания около 7 метров. Заложили ее финикийцы. Ну, а вот потом начался закат. Настоящий итальянский закат. Нигде в мире больше нет таких красок. Поэтому мне тут нужно просто заткнуться. И пусть эта фантастическая страна говорит сама за себя. ПЕСНЯ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Дедушка подметал улицу у своего дома Немногочисленный турист рассосался И мы были одни В этом пустом и тихом заоблачном городе Мы шли по этим улочкам И единственное, что мы слышали Был звук наших шагов Отражающихся от стен Построенных Бог знает когда Перед самым домом Оказался открыт какой-то маленький магазинчик Мы купили мясо, сыра и вина А хлеб у нас был Что еще надо? Вот так прошел день Который начался в иезуитской церкви Палермо Продолжился в Сегесте У греческого храма 5 века до нашей эры И закончился в этом фантастическом городе Иеричи Продолжение следует...